Что скажут люди? Такая мысль подталкивает многих кыргызстанцев на проведение тоев, на которые тратятся миллионы. Да и шуточная фраза «Если в Кыргызстане человек без кредита» становится совсем не смешной, ведь это проблема каждого второго жителя нашей страны. За последние 10 лет депутаты не раз говорили про лишние и бесполезные растраты на празднование или же поминки. Но вот идею подхватили только некоторые руководители отдельных сел. Но в целом еще пока никто не отказался от подобных отметок, а в обществе по этому поводу идут активные споры. Между тем, Министерство культуры и информации и туризма объявило конкурс на лучший сценарий торжеств. Как рассказали в ведомстве, данная программа реализуется для того, чтобы мероприятия проводились одинаково для каждого, несмотря на размер кошелька. На сегодняшний день для предотвращения больших растрат на ТОИ мы объявили конкурс. Мы хотим предложить облегченный вариант проведения ТОИ, которые не будут бить по карману. Мероприятия каждый божий день. Народ не может запомнить название очередного банкетного зала или же ресторана, который открывается ежемесячно. Помпезные мероприятия можно назвать расточительностью, а это плохо не только с эстетической стороны, но и с религиозной. Как рассказали в Духовном управлении мусульман Кыргызстана, расточительство можно пресечь. Конечно, ограничения не должны бить по карману. К примеру, возьмем одно село. Мероприятия бедного и богатого должны быть на одном уровне. Это могут сделать четыре человека. Первый – Аилу Кмюту, второй – участковый, третий – имам и четвертый – Аксакал. Они вчетвером должны собраться и сказать хозяину мероприятия, что есть определенные ограничения, которые он не должен превышать. Не иначе будет изгоем. Но нельзя не отметить семьи, которые отметили свадьбу скромно, при этом смогли направить сэкономленные средства на развитие бизнеса. Наргиза Абайлдаева рассказывает, что ее муж разделил нежелание праздновать пышную свадьбу, из-за чего они ограничились домашней посиделкой родных и близких. Мы подумали, что так будет кругу семи, кругу близких пожениться. И родители наши близкие согласились. Сейчас берут все кредиты, долги влезают. Свадьбы без томады не бывает, без артистов не бывает. Говорится, спрос рождает предложение. Как уже было отмечено, торжества проводятся помпезные и оригинальные. Именно из-за этого конкуренция в ресторанном бизнесе растет. Как рассказывает Нурмухамед Толегонов, который работает в этой сфере более 10 лет, законом остановить проведение тоев и поминок на круглую сумму почти невозможно. Как бы не вижу смысла запрещать, я думаю, прежде всего должны проводиться, скажем так, социальные работы, беседы с населением, чтобы именно дать понять, что это отрицательно влияет на их материальное положение. Просто запретить законом, я не думаю, что это правильный путь решения данного вопроса. Как рассказывает ведущий мероприятий Нияс Байзаха, в какой величины бы не праздновал тот или иной человек свое мероприятие, его дело. А это значит, что в стране будут браться кредиты ради мероприятий. Плюс ко всему, гостеприимность – это самое важное качество Кыргыза. Так было испокон веков. Если хозяину вечера позволяют какие-то финансовые моменты, то можно, допустим, от стандартного праздника до пышной свадьбы организовать. То есть это уже индивидуально каждому. Ну, в народе у нас так делают ребята, допустим, каждый друг предлагает одну машину сделать. Это может быть своя машина, может это арендованная машина, может быть. То есть это тоже уже такой момент, да. Как рассказывают специалисты, в среднем на мероприятия, куда приглашены около 250 человек, тратится порядка 10-12 тысяч долларов США. Туда входит все – фото и видеосъемка, цветы, торты и многое другое. Стоит отметить, в Таджикистане, Узбекистане и Турпинистане есть специальные законы, ограничивающие расходы на торжества и количество гостей. К примеру, в Таджикистане на свадьбу можно пригласить не более 150 человек, а в кортеже не может быть свыше трех машин. Как рассказывают специалисты, такими мерами в стране удалось сократить расходы на 50-60%. До станка скана Фитенштук Кольбаев, Нью-ТВ.